27 миллиардов рублей суммарной потери регионов Приволжского федерального округа от теневой экономической деятельности. По оценкам экспертов, в прошлом году около 3,5 миллионов жителей ПФО работали неофициально, а значит не платили налоги. Об этом говорит полпредпрезидент Михаил Бабич на совете ПФО в Оренбурге. В округе широко распространены фирмы-однодневки, которые легализуют доходы, полученные преступным путем. Ведется незаконная банковская деятельность. Активно применяется так называемая теневая инкассация. В условиях экономических санкций, сложной общественно-политической обстановки для нормального развития регионов от органов государственной власти субъектов местного суммоправления требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и выводов теневой оборот бюджетных средств, в том числе при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Необходимо жестко ломать систему так называемых откатов. В 63-м регионе ведется работа по противодействию созданию теневых схем. К примеру, только наведение порядка в сфере ЖКХ позволит сохранить в региональном бюджете порядка 3 миллиардов рублей. В частности, по инициативе Николая Меркушкина, компенсация жителям для оплаты услуг ЖКХ теперь начисляется после подтверждения оплаты коммунальных услуг. Губернатор неоднократно подчеркивал, что этот механизм позволит свести к нулю использование мошеннических схем в этой сфере и, как следствие, сделать жилищно-коммунальные хозяйства региона более прозрачным. В системе ЖКХ за 4, скажем, года последних мы уже сэкономили ранее практически транжируемых денег порядка 16 миллиардов рублей. И те стройки, которые мы ведем, в том числе дороги, в том числе мосты, которые строим и направляем туда деньги, в том числе школы, спортивные объекты и многое-многое другое, которое раньше не делалось, это во многом за счет того, что в ряде мест каналы утечки перекрыты, и у нас появились дополнительные возможности финансировать в том числе те стройки, которые мы сегодня ведем. Опыт губернии в решении этого сложного вопроса оказался востребованным и в других регионах ПФО. Марина Матвеевична, События.